Добрый день, я из Греции. Я представляю нашу ассоциацию. Я хотел бы представить вам новую программу для организованной нашей ассоциации. И согласно современным данным, количество онкологических пациентов растет постоянно во всем мире. И это связано с новыми возможностями по обнаружению этого заболевания и его лечению. Соответственно, глобальная тенденция к лечению рака – это концепция лечения этого заболевания как хронического. Соответственно, это приводит к увеличению интереса к проблеме качества жизни у лиц, переживших рак. Как мы знаем, рак может быть одним из наиболее стрессорных событий в жизни человека, через которые нужно пройти. И несмотря на прогресс в диагностике, лечению и скрининге этого заболевания, диагноз рака представляет собой серьезное психотравматическое событие, поскольку терапия влияет как на кратко, так и долгосрочное, скажем так, жизни как самих пациентов, так и тех, кто за ними ухаживает. И именно поэтому представляется, что эволюция заболевания имеет недолгосрочное влияние на жизнь наших пациентов. Мы понимаем, что рак несется на несколько травматизирующих аспектов. Он влияет на качество жизни и на субъективное чувство благополучия, и на потерю контроля, и он вызывает чувство безнадежности. Естественно, вызывает эмоциональные реакции, такие как высокий уровень беспокойства, избегания обычной повседневной жизни и мешает нормальному, скажем так, существованию человека. Что же такое посттравматическое стрессовое нарушение или что такое посттравматический стрессовый синдром? Это новая категория или новый кластер DSM-5. DSM-5 это похоже на МКБ-10, но для, соответственно, заболеваний с комплексией психических. И он называется как травмой и связан со стрессом нарушений. Таким образом, посттравматический стрессовый синдром может быть связан с после переживания ситуации, которая может повлиять, скажем так, на психические состояния, чем все жизни. То есть это может быть участие в боевых действиях, серьезные травматические ситуации или, естественно, серьезное заболевание. На данный момент применение, использование диагноза посттравматического стрессового синдрома активно обсуждается. Если у пациента был поставлен недавно диагноз рака или другого жизненно угрожающего заболевания, он может почувствовать себя, он может испытать страх, ужас, опасность для своей жизни. И многие люди, которые чувствуют эмоции, у них имеется шанс того, что у них разведется посттравматический стрессовый синдром. Таким образом, ПТСД может следовать за постановкой диагноза жизненно угрожающего заболевания. Имеется связь между раком и ПТСД, и об этом сообщается во многих исследованиях посттравматических заболеваний, которые могут стать причиной травматических исходов. И анализ показывает, что сам по себе факт наличия рака может быть достаточно травматичным, чтобы инонциировать ПТСД у пациентов, переживших рак. Мы можем сказать, что практически каждая четвертая женщина с вновь установленным РМЖ переживает также и посттравматический синдром. И то, что может вызвать причину травматического диагноза, это сам по себе диагноз рака, боль от рака или каких-то физических проблем, проведение различных процедур и применение методов лечения, результаты тестов, длительное пребывание в клинике или рецидив. Иногда считается нормальным, что человек может чувствовать тревожность и беспокойство, но если эти ощущения являются персистирующими и ухудшаются, и влияют на повседневное функционирование и жизнь, то это может быть признаки того, что, возможно, мы говорим о ПТСД и другие симптомы, включать какие-то воспоминания, боясь каких-то мест, ночные кошмары. Пациенты могут бояться вспоминать какие-то события. У нас есть чувство безнадежности, чувство вины, постоянное чувство ярости или страха, саморазрушающее поведение, например, злоупотребление алкоголем и наркотиками, боясь каких-то мыслей и сложные чувства и эмоции, с которыми сложно справиться. Таким образом, если имеется некое сопутствующее состояние, если имеется сочетание ПТСД и рака, пациенту требуется терапия, поскольку эта патология мешает им проходить соответствующие обследования, получать терапию и находиться под наблюдением врача. В частности, ПТСД повышает риск развития других физических и психологических заболеваний и может стать причиной проблем. Стача может инициировать депрессию, злоупотребление алкоголем и наркотиками, нарушение приема пищи, пищевые нарушения и другие моменты. Есть целый ряд факторов риска для относительно ПТСД у онкологических пациентов. У пациента могут иметь ПТСД в прошлом и другие психиатрические состояния до опасного диагноза рака. Это женщины могут из различных групп и люди, которые живут при высоком раме стресса. Те, которых избегают в существующих ситуациях, связанные с употреблением наркотиками или алкоголем. Те, кто живет в одиночестве. Но также есть некоторые защитные факторы или протективные факторы, в частности, хорошая поддержка от семьи или друзей, участие в различных группах поддержки при получении корректной информации касательно состояния дел с терапией рака или если есть хорошее взаимоотношение и взаимодействие с теми, кто занимается непосредственно терапией данного пациента. Однако ПТСД также может влиять и на родственников и тех, кто ухаживает за пациентом, поскольку, когда мы узнаем, что у пациента имеется рак и наличие приболевого синдрома может серьезно сказываться на жизни окружающих. И у родственников или ухаживает за пациента может присутствовать ПТСД даже через годы от момента диагностики рака. И мы видим, что у причастности в семьях, где у ребенка страдал раком, у родителей может присутствовать ПТСД. Что как же может терапия ПТСД? Во-первых, очень важно назначить психотерапию, и ее должен проводить опытный специалист. И этот опытный специалист должен иметь соответствующий опыт в лечении именно ПТСД, в частности МДР. То есть это движение глаза, процентно-десенсионная терапия. Мы можем использовать CBT, но CBT, которая сфокусирована на лечении травматических моментов, может быть, естественно, можно использовать сессии индивидуальные и групповые. В некоторых можно использовать антипрессанты и препараты для борьбы с тревожностью. Однако они должны комбинироваться с сеансом психотерапии. Естественно, группы поддержки могут помочь пациентам с различными эмоциональными нарушениями. И эти группы поддержки могут помочь пациенту вовлечить чувство депрессии и безнадежности. Что такое МДР? Это психотерапевтическая техника, которая позволяет справляться с ощущениями, с травматическими переживаниями и проблемами ПТСД. Что же такое? Как выглядит сессия МДР? В Италии была разработана в 1978 году эта методика. Но Франц Сапира, который был поставлен РМЖ, он повторил исследование, которое показалось, что используя технологии МДР, люди могут почувствовать преимущество психотерапии. И таким образом это очень быстрая терапия, которую мы можем использовать. И, естественно, она включает массу элементов из различных терапевтических подходов. И методика десенсивилизации переработки чрезвычайных глаз, ДПДГ, может также ее использовать в различных психологических обществах. Итак, как же выглядит терапевтическая сессия? Что же мы делаем во время таких сеансов? Во-первых, терапевт перемещает пальцы вперед-назад к пациенту и просит следить за этими движениями руки. Одновременно психотерапевт помогает пациенту вспомнить беспокоящие события. Это может включать эмоции и чувства, которые возникают в связи с этим событием. Психотерапевт помогает пациенту увидеть эти события и посмотреть на них, скажем так, с более позитивной точки зрения. Либо же психотерапевт может использовать постукивания такие или какие-то другие движения в разных точках тела. И может так помочь... Или могут быть звуки с двух сторон. Но еще важно сказать, что пациент должен быть полностью в сознании и контролировать себя на момент терапии. Здесь изменения, которые происходят, являются результатом собственных внутренних процессов клиента, а не каких-то терапевтических, а не каких-то фармакотерапевтических воздействий. И когда мы вспомним события, мы пытаемся, скажем так, справиться с этими эмоциями до и после сеанса ДБТВГ пациента просят оценить уровень стресса с тем, чтобы понять эффективность терапии. Естественно, после сессии МДР и может быть серьезное ощущение открытости, может быть даже эйфории и однозначное облегчение. Фазы МДР их 8. И вторая линия терапии, это, так называя СБТ, или когнитивно-биоповеденческая терапия, которая сфокусирована на непосредственно травматическом переживании. Это терапия, в которой мы используем различные психические и психические техники для того, чтобы справиться с травматизирующими событиями. Психотерапевт помогает пациенту справиться с этим ощущением стресса. И одновременно, выделяя негативные мысли об этом переживании, обычно проводится от 8 до 12 сеансов, и каждый сеанс длится порядка 90 минут. Далее, одна шансация, которую я сейчас представляю, КЕФИ, была основана в 2004 году с целью обеспечения эмоциональной, психологической и психо-социальной поддержки онкологическим пациентам и их семьям, а также для того, чтобы увеличивать знания и понимание вопросов, связанных с онкологией и ее лечением. И наши обязанности информировать касательно социальных программ для пациентов, касательно различных страховых, скажем так, преимуществ, и также касательно программ по уходу на дому. Также мы освещаем эмоциональную, психологическую и социальную поддержку. У нас имеются группы поддержки для пациентов и для их родственников, и также имеются обучающие группы, где волонтеры, где работают молотворы, которые обучаются, чтобы эффективно общаться с пациентами во время химиотерапии. И также имеются психообразовательные программы для медсестер, которые работают в онкологических клиниках, отделениях. Вот у нас поддерживающая группа поддержки, где работают для пациентов и их родственников. И также есть поддержка на дому, это психоциальные программы для поддержки пациентов на дому. И с сентября 2018 года, до сегодняшнего дня, мы провели более 350 сеансов непосредственно на домах. В доме, вносит жительство пациентов. Эта программа сфинансируется компанией Bristol Smart Squibb. У нас есть группа арт-терапия, которая позволяет улучшить коммуникацию пациентов и справиться с стрессом. Также инновационная программа. Это терапевтическая фотография. Вы видите нашу выставку. Также глаза света. Это позволяет пациентам относиться к этому заболеванию, бороться с ним более положительным образом. И также позволяет выражать себя через фотографию, справляться с депрессией и улучшить свое эмоциональное состояние. И, естественно, она предназначена для того, чтобы продвигать что-либо более инклюзивное поведение и отношение в обществе к этой проблеме. И последнее, также очень важный момент. Это программы специальной гимнастики и йоги, которые работают еженедельно. Это программы типа группы с программой йоги или, соответственно, гимнастическими группами. Это наши спонсоры. И я хотел поблагодарить вас за ваше внимание.